Глава региона вылетит в среду в Николаевский район и приведет там выездное заседание КЧС. Он заявил об этом сегодня на аппаратном совещании Президиума Крыевого правительства. «По поводу чрезвычайной ситуации в Николаевском районе мы завтра с моим заместителем по вопросам ДЭК и ЖКХ Анатолием Литвинчуком туда полетим. Проверим на месте обстановку сами и пункты временного размещения, и как обстоят дела с подтоплением, с людьми поговорим. Дистанционно такие вопросы решать невозможно», – подчеркнул Михаил Дегтярев. Режим чрезвычайной ситуации введен в Николаевском районе в связи со сложной паводковой обстановкой. Обычные гидрологи перестраховываются, но в этом случае сбылся худший прогноз. И с учетом приливной волны, самый большой урон сейчас наносится населенным пунктам Николаевского района – поселку Мего, селу Красному, поселку Чныраху. Автодорога в Чнырах-Азерпах на протяжении полукилометра залита более чем на 50 сантиметров водой. Движение по ней сейчас перекрыто, уточнил заместитель председателя правительства Хабаровского края. По вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. По озвученной им информации, сейчас в поселке Мого затоплено 29 домов. Вода в домах стоит на уровне 5-15 сантиметров. От размещения в пунктах временного размещения местные жители пока отказываются, размещаясь у родственников и знакомых. Спасатели и пожарные помогают поднимать вещи, чтобы минимизировать ущерб от их нахождения в воде. Специалисты считают, что нынешний поводок в Николаевском районе спровоцирован чрезмерно плотным льдом, который значительно толще обычных к этому времени года величин. Также более длительному, чем обычному таянию способствует затяжная холодная весна. У нас вода выше на 18 сантиметров, чем в 2013 году, когда был самый сильный поводок. В поселке Чныраха никогда воды не было, а сейчас он весь под водой. Полагаю, ситуация там может быть еще сложнее, чем в Мого, сообщил глава Николаевского района Анатолий Леонов. Он также уточнил, что в районе введен режим чрезвычайной ситуации.